В середине часа вновь говорим об Украине. Премьера Синий Цюнюк подал в отставку. Об этом он заявил в специальном обращении по украинскому телевидению. Политический кризис на Украине развязан искусственно. Желание сменить одного человека ослепило политиков и парализовало их волю, не давая проводить реальные перемены. Процесс смены правительства превратился в бег на месте. Авторы кризиса стали жертвами обстоятельств и сделали жертвами нас с вами. Правительство, общество, страну. Яценюк заявил, что сегодняшнего дня ведет свои задачи шире, чем полномочия главы правительства. Также политик отметил, что гордится работой своего Кабмина. В конце обращения он поблагодарил украинский народ за терпение. Разговоры вокруг увольнения Яценюка и борьбы за премьерское кресло длятся несколько месяцев. Наиболее вероятным преемником Яценюка называют спикера Рады Владимира Гройсмана. Итоги работы Яценюка и не только. Обсудим с медиаэкспертом и журналистом. С нами на связи Анатолий Шарей. Анатолий, приветствуем вас. Хотелось бы, может быть, инсайд какой-то получить. Я знаю, вы в тесном контакте с украинскими коллегами, с вами находитесь, с вами, может быть, друзьями. Может быть, я не знаю, почему именно сегодня, в воскресенье, Яценюк решил уйти в отставку. И все-таки проголосует ли за это еще Рада? Может быть, это опять же такой спектакль долгоиграющий? Здравствуйте. Я думаю, что проголосует. К сожалению, инсайда нет. Инсайд был несколько часов назад, но этот инсайд уже просочился тогда в прессу, когда один из экс-народных депутатов написал о том, что сегодня будет отставка Яценюка. Что он уже написал эту бумагу. И вот так вот все и произошло. В общем-то, вот так вот. Сегодня мы вспоминаем, и не только, я думаю, в России, но и на Украине, да и, может быть, и в других странах вспоминают то, что обещал господин Яценюк. Я знаю, вот у вас на канале очень много так называемых таблеток для памяти. Причем не только те обещания, которые давал господин Яценюк уже в качестве премьеры, но еще будучи в оппозиции. Вот можете их напомнить? Да, такое лекарство горькое, но, мне кажется, очень эффективное и очень нужное. Ой, там этих таблеток очень много. Дело в том, что Арсений Петрович Яценюк не скупился на обещания, когда он находился в оппозиции при кровавом режиме Януковича. То есть он обещал украинский газ, которого полностью хватит на потребление населением, более того, еще и останется, можно будет еще, наверное, продавать в какие-то, может быть, в Россию продавать. Вот. Он множество обещал вещей. Он обещал, он рассказывал, он критиковал тогдашнюю власть за низкие социальные стандарты, хотя тогда потихоньку все росло. Сейчас вы же знаете, что случилось, к сожалению. Вот. Тогда он рассказывал направо и налево, он давал обещания, он критиковал, а сейчас, знаете, все обернулось, ну, как сейчас. Сейчас-то уже все, но когда он пришел к власти, я вдруг с удивлением немалым увидел, что все переворачивается вот так. То есть Арсений Петрович моментально забывал. Более того, забывали люди, которые аплодировали Арсению Петровичу. Дело в том, что картинку-то создает ТВ и вообще средства массовой информации. И люди, которые смотрели на него с обожанием, в общем-то, на ток-шоу, эти люди сейчас, опять-таки, получили новый вброс по поводу Яценюка, что, знаете, он не такой и хороший, и они вдруг начинают его уже презирать потихоньку. Поэтому я думаю, что основной темой, из-за которой Яценюк так долго, в общем-то, еще держался за канат власти, я думаю, тема эта основная, это индульгенция. Договоренности, чтобы его не трогали. Потому что слить его сейчас вот так вот, общество готово. Не трогали в каком? В политическом смысле? Или, может быть, криминальные дела уже готовятся? Нет, я думаю, в прямом смысле, потому что я уже сегодня там комментировал. На самом деле, как и при Союзе, знаете, потеря власти, это не просто потеря власти, это потеря всего. Вот. И здесь потеря власти может грозить тем, что люди начнут громко интересоваться, где деньги выделены на проект «Стена», гениальнейший проект, где это только один проект из этих гениальных проектов, куда уходили деньги. Поэтому я думаю, что он себе выколачивал индульгенцию от уголовных дел. Анатолий, вопрос, как медиа-эксперты, может быть, уже успели отсмотреть, как сейчас реагируют украинские телеканалы на все происходящее. Вот есть такой инсайд, опять же, поговаривают, что за спиной Цинюка стоит господин Коломойский. Вот на канале 1+,1 сейчас льют слезы по поводу его отставки? Ну, он, конечно же, стоит за его спиной. Более того, когда я говорю, что Цинюка вот сейчас, вот его убрали со всех каналов уже где-то неделю, да, я не помнил, кто у меня премьер. Ну, у государства Украины, потому что я нахожусь вне его пределов. А на 1+,1 все еще, знаете, по старинке там где-то он всплывал, что-то там говорил, но впечатление, значит, человека подвинули, и это первый раз, наверное, в жизни, когда мне стало жалко Арсения Петровича Цинюка. Знаете, как при живом премьере обсуждают уже его сменщиков, вот. И что сейчас по этому всему поводу думает Коломойский, я не знаю, но однозначно, что в договоренностях, я думаю, он участвовал так же, потому что смена премьера предполагает смену еще и отдельных министров, которые крайне важны в плане распила, опять-таки, денег. Знаете, ну, это по-любому. Однозначно, договоренности были, но о содержимом этих договоренностей, я думаю, мы узнаем в ближайшее время еще слишком все свежо. Еще Арсений Петрович только всплакнул, вот, и поэтому обсуждать еще нечего. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что очень сильны олигархи до сих пор на Украине, смотря на то, что прошла так называемая революция достоинства. И опять же, вот те телеканалы, которые принадлежат этим крупным бизнесменам, да, Интер, это Фирташ, АСи-ТВ, это Пинчук, там канал Украины, это господин Ринат Ахметов. Вот судя по тому, как реагируют все-таки эти каналы, мы можем проследить, как бизнес воспринимает эту отставку? И есть ли лоббисты, например, кого они хотят видеть в дальнейшем в кресле премьеры, потому что, опять же, это невероятные денежные потоки? Я полагаю, что вне всяких сомнений, знаете, будет все-таки Гройсман. Ну вот мое такое мнение, возможно, я ошибаюсь, но пока что я вижу Гройсмана. Гройсман однозначно, тоже, опять-таки, мое мнение, глупее Арсения Петровича и Цунюняка. Возможно, тем он и полезнее, понимаете, потому что проще иметь дело с напыщенным дураком, чем с человеком себе на уме, скажем так. Поэтому, я полагаю, это будет таки Гройсман, и, в принципе, каждый желающий олигарх, они не то что, они укрепились после революции достоинства, это тоже ни для кого не секрет. Да, Анатолий, если можно, коротко, к сожалению, время заканчивается. Все-таки Яценюк уходит на полку господину Ющенко, или все-таки у него есть какое-то еще политическое будущее? Пока 2% рейтинга его партии. Я думаю, еще будущее есть, он еще поборется, будет выплывать, но это, конечно, падение серьезное. Да, спасибо огромное. Это был Анатолий Шарим, мы обсуждали отставку Арсения Яценюка.